Слава нашему Господу Иисусу Христу! Я хочу прочитать всем известный 22-й псалом, псалом Давида. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажетях и водит к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду долиной смертной тени, не убои зла, потому что Ты со мною. Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена, так благость и милость досопровождают меня во все дни жизни моей. И я пребуду в Доме Господнем многие дни. Автор этого псалма – царь Давид, который любил Господа. Это псалм, который говорит о взаимоотношениях пастуха и овечки. Они подобны, как взаимоотношения человека с Богом. И образ пастуха, который заботится о своем народе – это образ Бога, который пасет свой народ. В книге Бытия написаны такие слова, когда Иаков пристал перед фараоном, он говорил, «Господь, пасущий меня». Помните, такое он говорит? «Господь до сего дня пасущий меня». Интересно, что 22-й псалом, он находится после 21-го, а 21-й псалом, он говорит о страданиях, о страданиях Мессии, об оставленности Мессии. Там этот псалом начинается, «Боже мой, Боже мой, почему Ты оставил меня? Пронзили руки мои и ноги мои, я пролился, как вода». То есть, говорится, это пророческий псалом, говорится о Христе. И вот, смотрите, когда Христос умер на кресте, то мы стали обладателем Его жизни. Его смерть на кресте стала предшественницей жизни, новой жизни. И об этом пишет автор послания евреям, 9-й главе, что если где завещание, там необходима смерть завещателя. У меня наш тесть, вот он при жизни написал завещание. И когда он умер перед войной в 2014 году, моя жена Лариса, она стала обладательницей вот имущества дома, который при жизни написал мой тесть. Когда он был при жизни, это завещание, оно лежало, но оно не имело силы. Но когда он умер, Лариса автоматически стала обладательницей вот этого дома. И точно так же каждый верующий в Иисуса Христа после Его смерти стал обладателем Его жизни, Его праведности, Его чистоты, святости. Знаете, вот я помню, когда я покаялся в 2002 году, 3 апреля, и 1 октября принимал крещение. Я очень хотел принять крещение. И вот когда я принял крещение, мне одна сестра, это была в колонии, одна сестра прислала с библейского института такие вот символические документы. Они называются «Документы верующего». И там право на наследство, акт усыновления. Я так читал, я был тогда таким одиноким, родители мои умерли. Я только акт усыновления. Бог становится моим отцом, а я его сыном. То есть я имею семью, вход во семью, право на наследство, там вечная жизнь, праведность. Знаете, и там печать Святого Духа. Это такие, знаете, как я читал и радовался. Я говорю, Господи, слава Тебе, что Ты подарил мне, что я теперь становлюсь, стал частью Твоей семьи. И вот здесь, посмотрите, автор этого псалма, он два таких отрицания говорит. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Я не буду нуждаться и не убоюсь зла». То есть это на все время жизни. Почему я не буду нуждаться? Потому что я стал обладателем праведности и усыновления. Бог, Отец, стал мей-батько. Выше Бога нету никого. Мей-батько позаботится обо мне. Понимаете? То есть, он говорит, я ни в чем не буду нуждаться. То есть мы, почему мы вспоминаем смерть и страдания Христа. После Его смерти мы становимся, вступаем в права, обладателями Его жизни, Его праведности, Его чистоты. Это называется Евхаристия, это благодарность Господи, что Ты умер на кресте, Ты понес наказание. И вот здесь, автор вот здесь этого псалма, Давид, пишет «Чаша моя преисполнена». То есть он говорит о чаше благословения. То есть это полнота жизни. Чаша эта символизирует участь, судьбу. Знаете, Павел пишет, мы имеем полноту жизни в Нем. То есть во Христе это полная жизнь, это достаток. И вот здесь Он покоит меня на злашных пажетях. Покой. Первое, когда я принял крещение, я шел к себе туда на барак, и я ощутил такой покой, я никогда такого покоя не ощущал. Внутренний покой души, вот того, что это мир, ты пришел с Господом, ты пришел в мир, ты стал Его. Это такое внутреннее состояние, которое не купишь ни за какие деньги. Это покой. Об этом покое пишет автор 90-го псалма. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Тени крыл, мы можем покоиться Его. То есть Он как закрывает нас Собой. Мы находимся под Его защитой, под Его милостью. Вот здесь Он говорит, не убои зла, потому что ты со Мною. Чаша моя преисполнена. Знаете, вот Христос, Он пришел в этот мир, Бог, пришел, взял человеческое тело, пришел в этот мир и взял на себя чашу гнева. То есть Он, когда Он подошел к этому, Он прожил жизнь праведно вместо человека, показал пример праведной святой жизни. И вот когда Он подошел к тому рубежу, когда нужно идти на крест, Он понимает, что участь его – это страдание, это оплевывание, это унижение. И Он подошел, стоял в Гефсиманском саду, Он протянул руки за вот этой чашей гнева и ужаснулся, потому что никто не может испить эту чашу гнева. Это гнев Божий, который должен излиться было на всякого человека, потому что Бог святой, Ему не все равно, как люди живут, равнодушные, наглые, напышенные, гордые. И это раздражает Бога. И Бог готов излить свой святой праведный гнев на все человечество. И вот Христос пришел, взял вот так вот, захотел взять эту чашу и потом ужаснулся, насколько она горька, вот эта чаша гнева. И Он сказал, говорит, «Отче, возможно, эта чаша минует мимо Меня». Потом посмотрел, что никто не может взять эту чашу. Нету достойного, кто бы мог испить эту чашу. И Он говорит, «Впрочем, не как я, но как ты». И берет эту чашу и начинает пить по глотку. Потихоньку Он начинает ее испевать. Когда идут первосвященники, начальники иудейские, первый, кто предает его Иуда, его близкий, как бы один из его учеников, Петр отрекается, на ним насмехаются и ведут его к первосвященникам. Те плюют на него, издеваются на ним, плюют в лицо, нагло плюют святому праведному Богу. И Он пьет эту чашу по глотку. И Он начинает бить полонитом, говорить про реки, кто у тебя ударил. И Он проглатывает это. И Он пьет, дальше его ведут к правителю. Правитель поиздевался над ним, по велике Ироду. Ирод тоже насмехается, делал его по границе. И Он пьет эту чашу до дна. Он начинает ее... Ему дали крест и заставили нести. Он упал под этой чашей. Он не может эту чашу нести. Потом заставили Симона Киринянина нести. И потом, когда его пробивают, как крестуй, и шесть часов Он пьет эту чашу гнева. И когда последняя капля гнева праведного Божия, она говорит, совершилась. И преклонил голову. Бог оставил святого праведного Сына, чтобы нам не быть никогда оставленными, верующими в Него. То есть, вот этот завет верности Божией. И тогда этот автор этого псалма, по-пророчески, говорит, я ни в чем не буду нуждаться. Не убоюсь зла. Я пребуду в Доме Господнем многие дни. Благость и милость сопровождают меня во все дни жизни моей. Вот что сделал нам наш Господь. Он выпил чашу, которая принадлежала нам, каждому из нас. Чаша гнева. Чаша проклятия. И Он дал нам чашу благословения, чашу вечной любви, Божьей любви, которую мы принимаем. Сегодня утром принимали. Вот кто-то вечером будет принимать, что принимая чашу эту, помните, что это чаша Божьей любви. Бог не гневается. Христос взял гнев на себя. Он взял наше проклятие. Он понес наказание наше, чтобы нам протянуть милость и благословение в жизни. И вот когда мы можем говорить, Он и покоит меня на злачных пажетях, Он водит меня к водам тихим. Вот это вот тишина. Знаете, я так сидел в собрании. Раньше я бы не мог высидеть полтора часа, два часа. А сейчас я наслаждаюсь тишиной. Просто тишина. Бог установил. Место на земле – это церковь, где тишина, покой. Мы сегодня были в колонии. И там собирались люди верующие. Ну, кто-то как бы ищет, кто Бога. Это преступники. И вот интересно, что один там парень такой в тельняшке, весь на колках, такой очень взгляд такой колючий. Он говорит, можно я вас проведу? Я говорю, ну пойдем. Идем. Я говорю, ты каялся? Он говорит, да нет. А чего ты, говорю? Что ты тянешь? Что ты, ну, почему не каялся? Он говорит, да я боюсь, что я вот так вот не выдержу. Я не хочу лицемерить. Так я говорю, ты не лицемеривай. Приходи искренне покайся. Да нет, я не смогу. Я вот просто прихожу в собрание сюда. Посижу час. И потом дня три-четыре. У меня такой мир, покой в душе. А потом опять начинается. Я говорю, так приходи за этим миром. Знаете, Бог установил время воскресенья, когда мы приходили, и вот душа, чтобы отдыхала, наслаждалась этим миром, покоем. Только в Боге успокаивается душа моя. Знаете, вот любите тишину. Любите вот эту утреннюю тишину, когда ты и Бог. Просто посидеть, помолчать с Богом. И вот здесь об этом покое говорит Давид. Он говорит, он покоит меня на злачных пожитиях, направляет меня на стезе правды ради имени своего. Если я пойду долиной смертной тени, не убой зла, потому что ты со мною. И когда вот бывает поздно иду, через разные там молодежь гуляет, страшно, ну как-то бывает так и страшновато идти, потому что ну темно уже там, один часок бывает. Иду и про себя говорю, Господь пастырь мой, и ни в чем не буду нуждаться. Если пойду долиной смертной тени, не убой зла, потому что ты со мной, сам себе задаю вопрос, Господи, ты со мной. Конечно, Бог всегда с нами. Вот этот весь страх, когда ты боишься быть оставленным одним. Не бойся. 365 раз я с тобою. Бог говорит, я никогда тебя не покину, не оставлю. Если мать оставит, я тебя не оставлю. Даже если, то есть не буду нуждаться. Ну, Бог так говорит. И нам нужно действительно включить в веру то, что Бог сказал, не буду нуждаться, значит, не буду нуждаться. Значит, Бог позаботится обо мне. Я не знаю как, но Бог позаботится. Потому что это Его прерогатива, заботиться о своих детях. И поэтому мы должны быть благодарны нашему Господу за Его любовь и милость. И ты приготовил трапезу ввиду врагов моих. Это образ того, что овечки подходят к пище, и хищники смотрят, и ничего не могут сделать, потому что рядом стоит пастух, и он не даст в обиду своих овец. И вот точно так же Бог никогда не даст своих в обиду. Он всегда позаботится. Всегда даже кто-то, люди вокруг могут лютовать, что-то делать из зло какое-то, скрежетать зубами на вас. Но Бог не даст в обиду. Бог рядом. Он добрый пастырь. Тот, который выше Его нету никого. Он сильнее всех. И мы Его дети. Давайте мы поем псалом. Мы дети Божьи, что? Мы всех счастливее. Правда? Давайте жить вот верой. То, что Бог Он любит, Он заботится. Он никогда не оставит. И все в этой жизни, и все усмотрит Бог. Потому что Он добрый Бог. Добрый пастырь. И Христос сказал, я есть пастырь добрый. Пастырь добрый что делает? Жизнь свою полагает за вес. Никто не отбирает ее у меня. Я сам отдаю ее. Имею власть отдать. Имею власть принять. Потому что это удивительный наш пастырь. Он говорит, так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. Доброта, благость и милость. То есть незаслуженно. Никто из нас не заслужил. Они сопровождают во все дни жизни нашей. Пусть Бог поможет нам быть благодарными Господу. Что Он дал нам чашу благословения. И спил вместо нас чашу проклятия. И чашу Божьего гнева. Он взял на себя и выпил до дна. Чтобы, когда Он пришел, сказал, мир вам. И принес эту чашу благословения. Для каждого из нас. Помните, что вы, каждый верующий, находится под особым Божьим благословением. Потому что Господь благословляет своего сына. То, что Он обещал Аврааму, оно исполнилось в Иисусе Христе. В семени Твоем. То есть в Иисусе Христе. Благословятся все народы. И благословение Авраамова излилось на кого? На язычникова. То есть на детей его. Пусть Бог поможет нам. Помните об этом. И быть благодарным. Давайте помолимся.